В Ульяновске состоялось первое в этом году заседание штаба по комплексному развитию региона. Губернатор Алексей Русских начал совещание с обсуждения работы областной инфраструктуры на новогодних каникулах, которые в целом прошли в регионе спокойно. Глава региона упомянул о нескольких происшествиях с жертвами и поручил провести работу по профилактике подобных случаев. Мы проведем заседание комиссии по безопасности дорожного движения, где детально разберем эти случаи и разработаем комплекс мер по предотвращению подобных трагедий впредь. Министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев рассказал об итогах работы общественного пассажирского транспорта в праздничные дни. В праздничные дни транспортный комплекс работал стабильно в режиме выходного дня. В новогоднюю ночь и в рождественский праздник электротранспорта работал без взымания платы за проезд. Были несколько срывов рейсов в районных центрах у нас по техническим причинам готовности пассажирского транспорта. Но эти вопросы мы в точечном режиме снимали совместно с главной администрацией. Жилищно-коммунальный комплекс в праздничные дни работал в режиме повышенной готовности. Все предприятия отрасли функционировали в усиленном режиме, бригады были усилены техникой. Было более 600 обращений жителей на прямую линию. Мы все их внимательно отсматривали, все заявки удовлетворялись. Большая часть из них как раз и была по поводу этих технологических отключений, ограничений в поставке ресурсов. На сегодняшний день все эти заявки отработаны. И мы вышли в рабочую неделю с вопросами благоустройства. На штабе Алексей Русских озвучил новые кадровые назначения. Министром цифрового развития назначен Виталий Кузнецов. Утверждены в должностях министр здравоохранения Александр Горшков, министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова, заместителем губернатора стал Абдулгамид Эмир Гамзаев. Он будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. Пожалуйста, прошу всех познакомиться. Мы с ним очень давно знакомы, вместе работали в Государственной Думе, в одном комитете. У него очень большой успешный опыт работы на федеральном уровне. Министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова проинформировала об итогах организации отдыха школьников и студентов на зимних каникулах. В этот раз они совпали с нерабочими днями в стране. Благодаря этому 88% детей находились с родителями. Каникулы для большинства из них прошли в спокойном режиме, без громких происшествий. Такой цифры у нас за последние годы не было. И это говорит о том, что дети смогли побыть с родителями, и были под контролем родителей. Накануне каникул нами был создан координационный штаб по организации мониторинга деятельности по профилактике происшествий с участием несовершеннолетних в ежедневном режиме с 31 декабря по 9 января. В режиме 24 на 7 мы, министерство и коллеги из муниципалитетов, начальники управления образования каждого муниципалитета были на связи. На аппаратном совещании также озвучили статистику обращений граждан в Центр управления регионом. Информацию о снижении темпов вакцинации от ковид в Ульяновской области. Поговорили о работах по модернизации очистных сооружений в железнодорожном районе. Алексей Русских также поручил провести совещание с проектировщиком очистных сооружений в Кендяковке и максимально ускорить эту работу.